Всем привет, меня зовут Кристина, я тайный агент на проекте Тайный Агент. Ребят, сейчас мы с вами поговорим про снеки. Все мы любим разнообразные всякие чипсы, сухарики. Вот сегодня о них и поговорим. О чипсах, сухариках и рыбных снеках. Наше расследование было очень интересным, и оно нас заводило постоянно какие-то разные, разные такие течения, и мы не знали даже, бывает, что делать. Выяснили лишь одно по поводу чипсов. Да, они вредные, мы это доказали и показали это. Когда вы идете в супермаркет или магазин со своими любимыми чипсами, обратите внимание на состав, на задней части упаковки. Если вы там увидите компонент такой, как сухая картошка, вот лучше это не берите, потому что откуда приходят эти смеси, как их делают, мы не знаем. Производства сухой картошки в Украине нет, в основном все это приводят из-за границы. И что нам доставляют, мы тоже, к сожалению, не знаем. Поэтому выбирайте чипсы конкретно из картофеля, из настоящего украинского картофеля. Всегда рядом с чипсами мы видим сухарики, и так же их любим, и так же их хотим есть, и есть, и есть, все больше, и больше, и больше. Мы провели свое расследование, почему мы постоянно хотим еще и еще снеков. Потому что в них добавляются добавки, пищевые, вкусовые добавки. Да, они разрешены, да, их можно есть, но нужно знать меру и их количество. Очень интересная фишка была еще такая, ароматизаторы, вкуса ароматизаторы. Оказывается, вот этот вот вкус, который дает вам, вот вы едите, да, сухарик, чувствуете, как будто бекон, как будто курица, как будто сыр. На самом деле это все вкуса ароматика, это самая настоящая наука. Это все вы увидите в нашей программе, это будет очень интересно. Мы хотим их есть, да, из-за вкуса ароматизаторов. Это не так опасно, как мы на самом деле думаем. Мы провели свое расследование, мы узнали, что да, глутамат, он вызывает такую зависимость от вкуса, мы постоянно хотим это есть, потому что это нам вкусно, нам этого хочется. Но на самом деле вот в этой вкуса ароматической добавки самое опасное это соль. Потому что соль вредит нашему организму. Всего остального там добавлено так минимально, что это не повлияет на наш организм. Знаете, вот если у вас есть бабушка, и вы когда-то на огороде срываете помидор и едите его прям в грядке, и так это вкусно, вот это не как обычный помидор, откусите, съесть. Это потому что там есть глутамат, это природный глутамат. Вот такая вот история. Конечно же, очень хочется посоветовать всем заменить сухарики, чипсы на более фито такую, да, фито-снеки, на гранолу, на яблоки, на какие-то другие сушки. Ну, если это еще как-то можно заменить, да, то вот рыбные снеки, ну, вот, ну, правда, ну, увы. Потому что я вряд ли представлю себе, как кто-то из нас, да, кто постарше 18+, с пивом возьмет и съест яблочко. Поэтому рыбные снеки такое дело. На что обращать внимание при выборе рыбных снеков? Обращайте внимание, конечно же, на дату производства, потому что рыба – это большой переносчик разных инфекций, разных бактерий. Когда вы выбираете рыбные снеки, обращайте большое внимание, откуда они. Что интересного мы узнали, что те снеки, которые привезены из Вьетнама или Китая, расфасованы нас в Украине, от них меньшая вероятность чем-то заразиться и отравиться, как ни странно. Потому что, когда они попадают к нам из-за границы, они проходят разные-разные тесты, тестирования, их обеззараживают. Они вот такие. Да, они химические, они вредны по-своему, но вот отравиться менее вероятность, как от наших снеков, как от нашей вон той рыбки, которую продают бабушки на улице. Тоже посмотрите в наших сериях, каким образом они их продают и что там может поселиться в этой рыбке. На самом деле от рыбных снеков можно заразиться и ботулизмом, и сальмонолезом, и это действительно страшно. Это может даже привести к летальному исходу. Поэтому каждый раз, когда вы покупаете рыбные снеки, обращайте внимание на дату производства, где это произведено и, конечно же, на добавки. Производитель обязан указывать, что он туда добавил. То есть, если вы увидите глутамат, лучше отказаться от таких рыбных снеков с глутаматом, потому что в рыбе у них там действие немножко другое. И смотрите обязательно при выборе рыбы на ее цвет. То есть, если вы увидели, что там уже что-то желтенькое появилось, вот все, откладываем, не берем, это не наша история. Обязательно смотрите, чтобы это была свежая рыба. На этом все. Выбирайте правильные снеки, переходите на фитоснеки, выбирайте правильную рыбку, смотрите на сроки годности. И увидимся в следующем блоге.